Друзья, привет! Друзья, товарищи, все подписчики, фолловеры, привет! Раз, два, рад приветствовать вас на канале. Сегодня еженедельные новости, уже 21, не 21, а просто 1 октября, уже 1 октября, 0,1, 10, красивая цифра. Но до сих пор стоит Баби Лето, поэтому посмотрите новости, обязательно идите гулять. Не прогуливайте Баби Лето, пишите комментарии, пожалуйста, ставьте какие-нибудь реакции, потому что нам это очень важно, это поднимает нас в рейтинге. Мы хотим, чтобы новости смотрели. Даже если они вам не нравятся, тоже пишите, мы учитываем критику. Мы такие открытые ребята. Ну и что, ну и что, ну и все, поехали, поехали к новостям. Эфиопия запретила вывоз кофе в любом виде и в любых количествах. Вот как. Пока что вообще ничего не понятно, что там, зачем, почему, когда и как. Единственное ясно, что кофе в любом виде и в любых количествах никому, ни туристам, ни там правительству, вообще никому, ни ежам вывозить нельзя. Мы будем ждать разъяснения ситуации. Кажется, что-то там произошло, а что вообще не ясно. Ну, поживем, увидим. Правительство выделило еще 45 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов Аграе. Наше правительство всячески поддерживает сельское хозяйство, хочет, чтобы оно росло и развивалось. Так что ничего вообще удивительного. В России подорожают суши и роллы. В ближайшее время цены на суши и роллы повысятся на 14%. Все из-за роста цен на сырье и понижения курса рубля. Печально, что растет в сырье сырье... В сырье... В сырье сырье печально, что растет... Печально, что растет в цене сырье. Например, лосось я вот очень люблю. А он... Юля там вообще умирает просто за кадром. А он подорожал аж на 25%. А вот эти ваши роллы вообще не жалко. Вот вообще не жалко ни капельки. Хер с ними, потому что меньше люди будут травиться. И это я говорю не потому, что я злой. Ну, не только потому, что я злой. Но в первую очередь, объективно, роллами отравиться вообще не проблема. Тем более в жару. Вы же все прекрасно понимаете, что рыбе испортиться вообще ничего не стоит. А как хранят заготовки рестораны? Что у них вообще происходит на кухне? Ну, в общем, очень много разного человеческого фактора. Поэтому поесть хорошие роллы вообще лотерея. Лучше, я думаю, сварить пельмешек. В ЦИОМ выяснил, сколько жителей России постоянно переедают. Во-первых, этот опрос был не первым. И он, кстати, включает в себя не только переедание, но и другие очень интересные вопросы. Самое интересное для меня это внимание к рациону. И по его результатам 56% людей у нас внимательно относятся к своему меню и рациону. И это очень серьезная цифра и огромный скачок по сравнению с тем, что было каких-то 10 лет назад. Тренд отличный. И я правда очень хочу, чтобы люди у нас ели хорошую еду осмысленно, а не обо что. 23% сообщили, что у них нет возможности думать о качестве пищи. И это вот уже очень печально. Надеюсь, этот процент будет падать. Но здесь у меня один вопрос. Сколько из них не хотят думать о качестве пищи, прикрываясь отговоркой «нет возможности»? Вы меня, конечно, можете закидать помидорами в комментариях. Кстати, пишите комментарии и помидорки можете эмодзи поставить. Но по своей практике я могу сказать, что среди моих знакомых в 100% случаев, когда они говорят «нет возможности», на самом деле это просто отговорка, как выясняется. Ладно, эта тема уже сильно дискуссионная. Вернемся к обжорству. Тут тоже цифра не самая лучшая. 54% людей переедают. Я думаю, что надо исправлять ситуацию, господа. Если замечаете за собой, что переедаете, уделите внимание этому вопросу. Можно почитать книги, посмотреть лекции диетологов. Это же ваше здоровье и за ним надо следить. Я не говорю, что нужно садиться на диеты, потому что это тоже то еще зло, не лучше переедания. Но хотя бы научиться прислушиваться к своему животику можно. Кудахтанье кур расшифровали японские ученые с помощью искусственного интеллекта. Итак, журналисты The New York Post сообщили сенсационные новости от японских ученых из Токийского университета, которым удалось расшифровать куриное кудахтанье. Они взяли искусственный интеллект, обучили его распознавать куриные эмоции. А эмоции решили выделить шесть. Это страдания, волнение, удовлетворение, гнев, страх и голод. При этом точность проведения экспериментов составила почти 80%. Вот прям точность, да? Вот именно точность проведения эксперимента. Мне интересно, как они выявили точность. Позвали петуха, пришел вот он такой, послушал 200 часов записанных куриных разговоров. И такой говорит, ребят, ну здесь примерно 80% правда. Так это, ну в общем для меня это загадка. Но, если технология действительно рабочая, то это прям прорыв. Потому что мы не только будем есть мясо счастливых кур. Ее можно будет раскатать и на других животных. А значит и ветеринарное дело сильно вырастет, и да вообще все сильно вырастет. Все же мечтали понимать, о чем говорят животные. Это же круто. В России призывают ограничить продажу газировки детям. Инициатором является союз защиты прав потребителей. А связано это с тем, что многие производители используют сахарозаменители аспорам. Звучит как заклинание в Хогварте, да? И вот он. Аспорам вреден для здоровья. Может вызывать разные болезни, в том числе серьезные. Например, цирроз печени и болезнь Паркинсона. Минсельхоз, в свою очередь, считает, что если вводить ограничение акцизы, то сократятся производства. Ну как бы и бог с ними, если эти газировки вредные, правильно? Еще Минсельхоз считает, что вырастут цены. Тут тоже как бы пусть растут, потому что люди будут их меньше покупать. И появится нелегальный рынок безалкогольной продукции. Это вообще прикол, покупать газировку на черном рынке, да? В общем, пусть решают они, что хотят. Нам главное запомнить, что аспорам и консервант Е211 детям ни в коем случае употреблять нельзя. Да я бы и взрослым тоже не советовал. Уникальный биогель, который ищет в продуктах нитраты и красители, создали российские ученые. Во как. Его разработали ребята из Новосибирского государственного технического университета, НГТУ сокращенно. В общем, ребята посидели в лаборатории, поэкспериментировали и пришли к выводу, что хитозан показывает, так сказать, обнажает искусственные красители и нитраты в продуктах. Хитозан это полисахарид, который чаще всего получают из панциря камчатского краба. Как это работает? Если нужно проверить овощи или фрукты на нитраты, берешь каплю сока из этих овощей или фруктов, капаешь в гель, если появляется красный цвет, то все, там нитраты. Если тестируешь напитки, например, соки, морс, вино и так далее, то биогель надо добавить в сам напиток. Если он обесцветится, то все, приплыли там, значит, искусственные красители. А если искусственных красителей нет, то, естественно, цвета не поменяется. Прикольно. Мне изобретение очень нравится, и я бы дома тоже поэкспериментировал. Россияне стали покупать больше товаров для консервирования. В этом году крышек приобрели больше на 14%, а банок на 11%. Да, крышек приобрели больше. Но народ у нас любит консервировать. В целом традиция неплохая, я считаю. Главное относиться к этому серьезно, потому что консервация, это, конечно, все очень вкусно, приятно, и вечером, зимой, с картошечкой, все дела. Но есть разные риски. Например, бутулизм. Так что консервируйте, пожалуйста, с умом и по технологии. Для себя же старайтесь. Стало известно, как избавиться от запаха чеснока. Итак, ученые вернулись к этому вопросу и провели очередной эксперимент. Не буду вас заваливать умными терминами. Если захотите, сами прочитайте эту статью. Нам же интересен результат. А по результатам первое место занял йогурт. Ну что, надо тестировать. Больше никаких слез. Эксперты сказали, как резать лук и не плакать. Так, с чесноком мы, в общем, разобрались. Давайте теперь перейдем к луку. Прошу заметить, что в предыдущей новости вопросом занимались ученые, а здесь занимаются эксперты. И что же, вы думаете, эксперты нам предложили? Есть какие-нибудь варианты? Если, кстати, есть, напишите в комментариях. А я вам скажу, что они предложили. Это маска с клапаном. Во как! Все гениально и просто, оказывается. Я в качестве эксперта тоже вам могу предложить. Если не хотите плакать, когда режете лук, не режьте лук. Летать как пицца. Вообщем, как пицца они написали. Летать как пицца. Москва хочет начать тестировать доставку дронами в 2024 году. Так, но эти разговоры ведутся уже очень давно. Основным камнем преткновения в последнее время был запрет на полет дронов над Москвой. Сейчас вроде власти рассчитывают, что этот запрет скоро снимут. Поэтому в 2024 году они собираются запустить тестирование доставок дронами в Зеленограде. Какие компании будут первыми и что они будут возить? Это вкусвилл, x5групп, почта России, Dodo Pizza, МТС и Capital Group. С ритейлерами будет отправляться доставка дронами продуктов питания. Как ни удивительно. С почтой России посылок, с Dodo Pizza и готовой еды, с МТС мониторинг состояния выше к связи, а с CJ Capital оценка выполнения строительных работ говорится в презентации. Все, конечно, классно, за исключением одного. Москва и так очень шумный город. И, в принципе, проблема шума в мегаполисах сейчас очень остро стоит, потому что он влияет на здоровье жителей мегаполиса этого самого. А тут еще и эти жужжалки. Вы же знаете, с каким звуком летает дрон. Он уже постоянно вот этот жужжит, жужжит у тебя по духам. И представьте, сейчас большие дроны, доставщики и еще в большом количестве. Ну это же вообще с ума сойти. Но, может быть, я, конечно, отстал от жизни и сейчас есть уже какие-то тихие дроны, которые вообще летают незаметно. Не знаю. А с точки зрения бизнеса и логистики, это, конечно, большой жаг вперед. Ростсельхознадзор может ограничить импорт рыбопродукции из Японии. До сих пор продолжают думать, что делать с рыбой из Японии. Они, напомню, начали сбрасывать обработанную радиоактивную воду с атомной электростанцией Фукусима-1. Все боятся, и это, конечно же, логично. Китай уже запретил ввоз всех, в общем, репродуктов из Японии к себе в страну. Вот и наши думают сделать то же самое. Как умереть от обжорства, даже не покушав? В ресторане Амана Лас-Вегас вы можете заказать пасту в пицце, политую расплавленным сыром. Здесь я даже комментировать ничего не буду. Видео уже идет. Вы можете сами на это все посмотреть. Еще раз. Они берут пиццу, сворачивают ее в конвертик, складывают туда пасту и заливают это все плавленным сыром или соусом. В Японии придумали гениальное изобретение. Индивидуальный столик для вкусняшек в кинотеатре. А вот это изобретение по сравнению с прошлым изобретением пиццы с пастой, мне очень понравилось. Этот столик вставляется в подстакане кресла в кинотеатре. Ну и, собственно, все. Дальше вы просто пользуетесь. А, ну еще он крутится, естественно. Классно, удобно, скорее всего, очень практично. Главное, чтобы в темноте во время сеанса никакой посетитель кинотеатра не снес его, когда ломанется в туалет. Это были все новости на сегодня. 1 октября. Продолжает стоять прекрасная погода, поэтому гуляем, наслаждаемся. Скоро придет зима, начнем уже кататься там на лыжах. Тоже классно. Почему бы нет? Что-то меня понесло вообще не туда в зиму. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии. Нам это очень важно. А у нас выходит еще одна рубрика «Со мной ответы на вопросы». Тоже посмотрите, если интересно. Там вроде как будто бы весело. Подписывайтесь на телегу. Телега вот она прекрасная. Там вообще много всего очень интересного. Юль туда выкладывает и рецепты, и какие-то шорцы. И не шорцы. И вообще все, что можно. Обзоры всякие. Воу, вообще. Ну я подписан и вам советую. Что еще? Ну все, все. Давайте бегите гулять. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok